Добрый день, дорогие мои друзья! Я очень рада видеть вас снова. Посмотрите, где это мы с вами сегодня оказались. Правильно, это библиотека, дом книг. Здесь можно найти великое множество абсолютно разных книг для любого читателя. Но нас с вами сегодня интересует только одна книга – красная. В красную книгу, ребята, внесены редкие и исчезающие растения и животные. В ней указана численность, места обитания и меры, которые приняты для охраны видов, находящихся на грани вымирания. Эта важная книга нужна для того, чтобы люди знали, кого в природе осталось совсем мало. Не случайно у книги красная обложка. Этот цвет является сигналом тревоги и опасности. Редкие виды не могут выжить без помощи человека. Для их спасения требуется создавать специальные заповедники и питомники. К одному такому редкому животному мы сегодня с вами идем в гости. Да чего большая кошка! Поиграть бы с ней немножко. Но мне стало не до игр, как узнал, что это... Правильно, ребята, тигр! Мы сегодня с вами идем знакомиться к амурскому тигру. Но только давайте не будем подходить слишком близко. Амурский тигр является украшением дальневосточной тайги. Этот тигр – самый крупный тигр на планете. Обитает он на Дальнем Востоке России, в Хабаровском и Приморском краях, по берегам рек Амур и Уссури. Отсюда и другие названия этого животного – дальневосточный или уссурийский тигр. Длина тигра достигает более трех метров. Из них около метра приходится только на хвост. Весит тигр около трехсот килограммов. Амурский вид тигров – это единственный вид, который хорошо приспособился к снегу и холоду. В этом ему помогает густая шерсть и жировая прослойка на животе – около пяти сантиметров, сохраняющая тепло. А крас этого зверя меняется с изменением времен года. С приходом холодов оранжевая шуба с черными и белыми полосками немного тускнеет. Так природа делает тигра менее заметным в снегах, что помогает ему охотиться. Полосы тигра уникальны, как отпечатки пальцев человека. Именно так биологи различают животных во время подсчета и наблюдения. Тигры – хищники. Они почти постоянно находятся в движении. Представляете, на короткой дистанции они могут развивать скорость около 80 км в час. По быстроте они уступают только гепарду. А охотятся тигры в основном ночью. Оказывается, тигр различает цвета, а ночью он видит в пять раз лучше, чем человек. Охоту он ведет на крупных копытных, изюбря, кабана, пятнистого оленя. Чтобы поймать свою добычу, тигр ползком подбирается к ней, выгнув спину и упираясь задними лапами в землю. Но успехом на охоте завершается только одна из десяти попыток. Тигры любят плавать и играть в воде. Хищники могут находиться в воде в течение длительного времени и являются отличными пловцами. Интересно, что у тигров перепончатые лапы. Что позволяет им толкать больший объем воды. Животные с легкостью переплывают реки шириной в несколько километров. Особенными этих зверей делает еще и то, что они могут вылавливать рыбу. А иногда даже тигры едят траву, чтобы восполнить недостаток витаминов. Рев тигра настолько громкий, что его слышно даже за три километра. Потомство у тигров чаще всего появляется весной. Малыши появляются на свет слепыми, глухими и беспомощными. Но их рост и развитие идут быстрыми темпами. В возрасте двух недель тигрята начинают слышать и видеть. Предпринимают попытки вылезать из логова и карабкаться по деревьям. На первую охоту они выходят только под материнским руководством. У амурского тигра в природе практически нет врагов, кроме человека. Это совершенно не агрессивные животные. И людей они всегда стараются обходить стороной. Браконьерство и вырубка уссурийской тайги привели к стремительному вымиранию амурских тигров. На сегодняшний день общая численность тигров на планете около 500 особей. И именно поэтому амурские тигры занесены в Красную книгу. Амурский тигр охраняется государством. Организация и отдельные люди оказывают помощь заповедникам, которые охраняют тигров. Мероприятия по их защите помогли остановить вымирание подвида. Но говорить об исключении уссурийских хищников из Красной книги пока слишком рано. Вот как много, ребята, мы с вами узнали про амурских тигров. А теперь давайте поиграем. А заодно проверим, насколько вы были сегодня внимательны. Отвечайте на мои вопросы, да или нет. У него большие лапы, носит он пальто и шляпу, у него огромный хвост, а большой, скажите, рост. По утрам какао пьет, а в кустах добычу ждет. У него мясной обед. Любит он велосипед, понимает нашу речь. Мы должны его беречь. Молодцы, ребята! Здорово! На все вопросы вы ответили абсолютно верно. А давайте, ребята, сделаем так, чтобы тигров на нашей земле стало намного больше. А вот именно для этого нам сегодня с вами пригодятся цветная бумага, клей и ножницы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова